Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в День Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Иисус Петра и Якова и Иоанна, брата Его, и возведе их на гору высоко едины, и преобразися пред ними, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его быша белы, яко свет. И сия вистося им Моисей и Илья с ним глаголюще, отвечав же Петер речеко Иисусове, Господи, добро есть нам зде быти, аще хочешь и сотворим зде три сени, тебе едину, и Моисеу ави едину, и едину Ильи. Ище же ему глаголюще, си облак светил осени их, и си глаз из облака глаголя, си есть Сын Мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы подошеницы и убояшися зело, и приступль Иисус прикоснуся их и рече, восстанете и не бойтесь. Возведши же очи свои, никого же видишь от окма Иисуса единого. Исходящим им с горы, заповедай им Иисус глаголя, никому же поведите видение. Донде же Сын человеческий из мертвых воскреснет. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь трекущие, одну тебе, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же отче свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых». Много знамений, много доказательств своего всемогущества и божества показал Господь ученикам. Но они всё ещё не могли отрешиться от иудейских представлений о земном царстве Мессии. Они всё ещё не могли понять, что царство Мессии не от мира сего. Для их убеждения необходимо было особенное знамение, и оно было дано избранным из двенадцати. Так мы читаем в Евангелии, что через шесть дней после последней беседы с апостолами взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Березна для библейского восприятия была не просто знамением святости, но самого Бога. Белый цвет является не только символом совершенства, чистоты и непорочности, но имеет ещё и другое значение – великолепие царских и священнических одежд. Когда же ученики пребывали на горе со Спасителем, явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Как объясняет святитель Иоанн Златоуст, явились именно Моисей и Илья, потому что в народе Господа Иисуса Христа почитали то за Илью, то за одного из пророков. И архиепископ Оверки Таухшев, развивая эту мысль, пишет. Моисей явился, чтобы показать, что Иисус не был нарушителем его законов, каким его пытались представить книжники и фарисеи. Ни Моисей, через которого был дан закон Божий, ни Илья, не предстали и не повиновались бы тому, кто не был бы на самом деле Сыном Божиим. Явление уже умершего Моисея и Ильи, не видевшего смерти, а взятого на небо живым означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и смертью, над небом и землей. Сильно любя Учителя и не желая, чтобы он пострадал, Петр обращается ко Спасителю с такими словами. «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь трекуще. Тебе одну, и Моисею одну, и Ильи». Конечно, Христос много раз уже говорил апостолам о Своем Божестве, о Своем единстве с Богом, но они все еще смотрели на Него, как на человека. Поэтому для вразумления Петра, Якова и Иоанна потребовалось особое знамение, которое и не замедлило явиться. «Облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Ефимий Зигабен поясняет, что голос Отца как бы говорил, «Чего ты, Петр, боишься за Иисуса? Он Сын Мой. И не просто Сын, подобно тем, которые делаются с нами Моими через добродетель, но возлюбленный или избранный, как единородный, и мало того, такой, в Котором Мое благоволение, то есть в Котором Я почиваю, и Котором доволен, как единомышленным и равным мне. Повинуйтесь Ему, слушайте Его, если Он что-либо или скажет, или сделает. Поэтому, если даже пожелает быть распятым, никто Ему пусть не препятствует, потому что вы не знаете тайны Дома строительства. Все, что Он не говорил или не делает, говорит и делает по Моей воле». Таким образом, этими словами Бог говорит о совершенном Сыне Совершенного Отца, где совершенство заключается в любви Отца к Сыну, и в послушании Сына благой воли Отца. Поэтому в Сыне явлено все благоволение Отца. В Его жизни раскрывается воля Божия о всех нас. Именно поэтому и звучат для нас слова «Его слушайте». Христос преобразился, давая ученикам возможность прикоснуться к иной реальности, непостижимой для всех, привыкших жить по правилам земного мира. Так и каждому из нас, дорогие братья и сестры. Господь дарует радость быть сопричастными этому божественному свету. Ведь благодати и милосердие Христа с избытком хватает всем людям. Наша же готовность стать частью этого света определяется стремлением к общению с Богом, доверием Христу, исполнением Его мудрых повелений и заповедей, оставленных нам в Святом Евангелии. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok